Это теплоход АК-20. Вернее, его половина. Второй уже, видимо, отправили на металлолом. Довести задуманное до конца резчикам не позволила Рязанская природоохранная прокуратура. Вообще, утилизация судов – одна из самых опасных процедур. В первую очередь, для экологии. При разрезании корпуса корабля используются высокотемпературные кислородные горелки. Разделка судна осуществляется в водном объекте, то есть частично судно находится в водоеме. То есть это попадание нефтепродуктов в воду, то есть загрязнение почвы, в том числе те же металлы. Металлы – это отходы, то есть имеют свой класс опасности ввиду того, что они также могут быть загрязнены нефтепродуктами. К моменту приезда нашей съемочной группы на участке находилось двое. Увидев нашу камеру, от комментариев они отказались. Да, в общем-то, все и так ясно. Как выяснила природоохранная прокуратура, судно распиливают без соблюдения мер безопасности. Остатки топлива и другие смеси могут попасть в воду. В настоящее время прокуратурой направлены запросы в многие органы контроля для отдачи оценки по данному факту. И с целью устранения выводных нарушений прокуратурой подготовлено исковое заявление о запрещении работ в водоохранной зоне Барковского затона река Ака с нарушением природоохранного законодательства. Пока что вообще все работы здесь приостановлены. Как говорится, до выяснения. К итогам проверки природоохранной прокуратуры мы еще вернемся. И к мерам реагирования тоже. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город».